И, в принципе, можно сейчас быстренько пройтись по составам команд. Обычно я этого делаю где-то на втором раунде, потому что не успеваю сделать это перед рестартами. А вот сейчас самое время, пока у нас буферинг-гейм, мне кажется, как раз-таки это и сделать. Итак, состав сборной Ставрополя на эту игру. Эдуард Шульгин, он же Модерн. Виктор Зелинский, он же Гест. Антон Ледовский, Ледовской, извиняюсь, он же Кабал. Вадим Беднино, он же Экстра. И Николай Плюснин, или Плюснин, он же Зерыч. Состав сборной Ижевска. Владислав Синенко, он же Вайп. Дмитрий Берников, он же Пейнеп. Александр Пушин, он же Крон. Александр Бабкин, он же Сати. И Александр Рукинкин, он же Аск. Вот такие вот эти ребята. Ждем, ждем рестартов. Не имейтесь, пылиц, черкани ХЛТВ ИП. Ну, для тех, кто не знает, ХЛТВ ИП можно найти в новости об этом матче. Она, по-моему, даже с последней на сайте. Так что не стесняйтесь, не ленитесь зайти на сайт на главную и просто там все увидеть. Там все очень удобно и здорово. Можно в одном касании просто зайти на ХЛТВ и радоваться. Так, похоже, что у нас заводятся рестарты. Ставрополь у нас считает за контров. Ижевск начинает за терроров. Ну и, как говорится, let's show began. Что-то такое. Ох, Ставрополь у нас 4b, 1a. Очень жестко сейчас что-то будет от игроков этого славного города. Видимо, что они попытались угадать против МАЗ-Б, но нет. Ижевск у нас идет совершенно не туда. Ижевск у нас идет трое ковры, один и вторая медла. И фактически единственный человек, кто их держит, это в люльке. Экстра. Вот он у нас бегает. Рекламит свою страничку ВКонтакте. Диакей.ком.экстра. И в итоге дает ему в голову в люльке. 40 кп не остается. Он уходит на более пассивную позицию. И я не удивлюсь, если сейчас Ижевск перетянется. Но нет. Видимо, что Ставрополь тоже думает так же, как и я. Думает, что несмотря на то, что МАЗ под А, они вполне могут перетянуться. И оттяжки у них вообще нет. Двое у нас на гитрайте. Двое. Один за мусором, один в упоре. Но похоже, что перетяжки не будет. И сейчас экстре очень важно дать вовремя инфу, чтобы побыстрее в тиммейты стянулись. Иначе будет очень-очень плохо. И будет, в общем, ой-ой-ой. Экстр 28 хп. Сейчас должны врываться с ковров. Делать минус. Что ж там, ребята-то тормозят как-то. Загонять экстре в угол. 19 хп. Ну все. Тиммейты должны были не успеть прийти. Да, минус экстр. Да, контры очень далеко. И пошли минусан. Жесткий размен. 3-4 террора в большинстве. Бомба лежит. Бомба взята. Бомба ставится. Зеро. Ой, отличная голова. Нет, похоже, что в этом раунде у нас Ижевска без проблем забирает. Сидели по копилочку. 1-0. С чем мы их и поздравляем. Отлично. Отлично. В голову. 8 хп. Тут же сразу геймпендинг. Пауза. Отличный прострел со второй медлы. Ох, не могу, к сожалению, полететь, посмотреть. Нет, могу. Вот. Кто у нас тут с бомбой? Сати. Сати у нас демонстрирует. Отличный прострел ковров. Хорошо. Он очень попал. Отваров по голове. Думаю, сейчас может быть даже добьет. Потому что 8 хп осталось совсем уж мало. Его там либо сейчас взорвут хаешку, либо еще что-нибудь. Ну, по-любому, я думаю, отвар сейчас отвалится. Или даже отварится. Если играть в слова. Ну, а пока у нас геймпендинг, пауза. Видимо, после этого раунда кто-то вылетел, кто-то... У кого-то что-то случилось. Не иначе. И в итоге остается только летать и... Ждать. Так, сообщает мне, что у меня что-то с микрофоном. Что-то у меня тут шипит. Сейчас мы посмотрим. Так. Ой-ой-ой. Действительно, очень жестко. Сейчас я это поправлю. Только сразу-сразу ждали, что сейчас будет очень жесткий треск. Поэтому лучше снимите на уши шеи, иначе я не вручаю за вашу барабанную грифонку. Так, ну вот. Вроде как я все исправил. Надеюсь, что у вас все в порядке с ушами. Кровь не пошла. Ну, а тех, у кого пошла, я предупреждал. Вот. Но, вроде как, все должно было наладиться. Так. У нас по-прежнему геймпендинг. Непонятно, почему у нас... Непонятно, что случилось. В общем, пока все еще ждем. Ожидаем. И летаем по карте, потому что ничего больше делать нельзя. Я не могу, к сожалению, переключиться на игроков. Пробел не работает. Так что смотрим. Правильный красивый ракурс. Вот, например, вот такой вот. По-моему, очень рутально. Так, сообщаю нам, что один игрок вылетел у Ставрополя. Ждем. Скоро все наладится. Через пару минут. А мы пока продолжим летать и... Смотреть. Да, кстати, хвешка в руке. Сейчас он может очень легко взорвать человека на коврах. Восемь хп. Боюсь, что да. Главное, чтобы он вовремя получил инфу от Сати. Что он прострелил. Так, что неужели? Опять шипит. Ну, что ж такое-то? Давайте посмотрим. Раз-два. Да. Да, подшипит. Ливает. Так, закрываем два. Снимите наушники, иначе вам будет очень снова все очень жестко. Так, там, надеюсь, что сразу все висит как хорошо и... Больше проблем не будет. Так, сразу рассмотрим. Три-два раз. Вроде все хорошо. Ну, у нас все равно геймпендинг, так что очень вовремя, мне кажется, была поставлена пауза, как раз таки во время проблем с микрофоном. Не иначе кто-то что-то знает. Видимо, есть какая-то связь. Возможно, кто-то просто из игроков смотрит стрим, услышал, что фонил, сразу решил выйти, дать мне время просто все настроить. Продолжаем летать, смотреть за очкастанными парнями. Вот, жестко все, да. Так, учусь, что террорист Будуна. Небритый щетина, такой глаз такой, прям вообще такой... Да, КС 1.6, супер графика. Игре 13 лет. Игре 13 лет. Посмотрим, что у нас тут еще интересного. Вот, кто-то бежит у нас на банан, кто-то у нас на центре. Кто-то в ручье контролит центр с калашом в земле. Такое тоже бывает. Посмотрим, что там у контролит. Творится одного минус нуля. У нас на центре. Вот он, бедняга, лежит. Второй готов принимать. Ну, тут у контролит все понятно. У них отдача, у них ESP. Тут будет еще один плюс раунд к... Ой, что это я случайно нажал. Будет плюс один раунд к Ижевску. Сейчас станет 2-0. Потом, скорее всего, еще 3-0 будет. В общем, посмотрим. Боже, что это? Синяя краска пролилась через его шлем. Синяя краска пролилась. Гоша, когда финалы? Спрашивают у меня в чате. Как я уже говорил, финал у нас будет послезавтра. 25-го числа. И 27-го числа будет как раз за третье место. 27-го. После-послезавтра. Так, ну что же. У нас наконец-то снята... Да, убили отвара. Кстати, его сам там в одиночку добил. Снята пауза. И мы можем спокойно наблюдать за продолжением игры. 5-3. Подписывайтесь на канал. 5-3. 5-3. 6-3. 6-4. 7-3. 6-4. 7-4. 9-4. 7-4. 9-5. 7-4. Ждем, ждем, когда кабал и экстра будут умирать Давайте пока берем приписочку экстрем Дабы все было как нужно Вот теперь совсем все замечательно Так, кто-то звонит мне в дверь Одну секундочку Террористы win Террористы в дверь Итак, я снова с вами Счет у нас уже 2-0 Ижевск взял раунд Смотрим, что у нас у контров Вот у нас мистер Нулик, я вижу на бэкплейн Так что вернулся у нас игрок сборной Ставрополя И мы внимательно смотрим за атакой Но тут снова Нулик у Ставрополя Ничего интересного мы не пропустим Вот скорее всего, тут я вижу, что Старк у нас делает Минус Деглан, но тут минус модерн Минус... Да, пошли минуса И счет у нас остается 3-0 В пользу сборной Ижевска Это неугомонно, она занята мне в дверь К сожалению, не видно здесь Никого в глазок? Видимо, это на личной клетке Но, к сожалению, у меня нет времени идти открывать Смотреть кто-то там Поэтому Будем надеяться, что все хорошо Я никого не заливаю там Вроде не должен Нет, все нормально Делаю я пока ретрай, потому что у нас пятый игрок, к сожалению, не прорисовывается почему-то Сейчас, думаю, мы перейдем, все будет хорошо Да, вот теперь все хорошо Мы внимательно смотрим Что у нас тут за ситуация Старк у нас один на Б, все остальные на А Тут перетяжечка И потихонечку у нас сейчас Ад попытался пройти на Б Нет Старк промахнулся, ушел Сейчас попытается вернуться Снова промах с АВП Тут его уже накаливают в ответ К нему приходит перетяжечка С хилпы В виде зеро Ну и Видим мы Атажерская подсадочка к люльку И сейчас Перетяжка с банана на Аплант Будет массовый заход на А Давайте посмотрим За За, за, за Ну даже не знаю Пока у нас выхода нет Вот вайп у нас выходит первый Разменивает дельнем Пытается разменять дельнем Пока у него это не получается Я подумал, что он сделает минус Но что-то у него Не получилось Минус от Кабала Так, и снова гейм Так, сняли Сняли геймпинг, все хорошо Я уж было Испугался Да, действительно Кто-то меня там атакует Какой-то маньяк Будем надеяться, что Он пришел не по мою душу Триф два Зеро у нас на центре А Старк у нас на зелени С АВП причем Промах его тоже уравнивают Ну и раунд за Ижевском 4-0 Кстати говоря, многие пророчат Победу Ижевску Все-таки ребята там Такие очень-очень в порядке Но Ставропольцев Ставропольчан Насколько я помню Очень-очень Да что ж такое-то Очень-очень много Болельщиков По крайней мере В предыдущих играх Я видел, что очень много людей В чате поддерживают Эту сборную Вот, и Наверняка Многие очень хотят Чтобы они победили Напоминаю Это полуфинал Так что Эта команда Которая у нас сегодня выиграет Да, у нас проходит Финал Где будет убиться С Екатеринбургом Ну у нас, естественно Бест оф три То есть будет играться Миньем две карты До двух побед Максимум три Третий решающий Если понадобится И, кстати Сейчас я посмотрю Сейчас посмотрю Какие у нас карты будут Так Первая карта Дэйнферда Как вы видите Вторая карта У нас будет Дэтускан И третья карта Дэймираж Вот так вот Никаких вам дастов Никаких нюков Трейнов Ну что, кстати Прибавляет Нам, мне кажется Даже интересы Гошу, открывай двери Если что, кричи Мы позвоним 0-2 Да Да нет Просто нам нужно будет Идти на решенную клетку Там еще что-то Это, в общем, очень далеко И мне совершенно нет Непожелание с этим заниматься Я лично настроен Посмотреть матч 5-0 И Жерст у нас лидирует Гостей я не ждал Поэтому Ничего Интересного И важного Там быть не может Да, что ж такое-то Что ж такое-то А смотрим мы за За кубочкой от Ставрополя Езд из РНП Трое на Апланте Двое на коврах Модер на центре Минус модерн Для Аркадьуса Причем Сейчас мы посмотрим С ВП он был или нет Да ПВСР потерял у нас АВП Модерн Неосторожно Сыграл на центре Никого даже не убил Не попал Не выстрелил И, в общем-то Очень зазря Лишился Своего Отчетного оружия Минус отстать и на коврах Причем Без шансов Совершенно для контров Там двое стояло в упоре Двое вышли И Первый минус у нас В итоге За террорами Уже 5 в 3 Уже 5 в 3 Кабал, Гест Зер у нас на Б И потихонечку У нас террор выходит На Аплант Никто перетягивается Под Б Не собирается Ну, Гест Сейчас зажимает В малых песках Минус Гест Да Это шестой раунд Причем Видим мы, что У Ижевска все очень Очень даже хорошо получается Они прямо заходят Всех убивают И Особых проблем У них со своим противником Не возникает Так что, возможно Сегодня будет легкая победа Для Ижевска Некоторые проучили им Легкую победу Ну, посмотрим Насколько они были правы Ну, посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ушел в большие пески ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 view ДимаTorzok Отличный минус против Больших Песков, но Сати его тут же наказывает. 9-2 в пользу сборной Ижевска. У Ставрополя отдача, так что сейчас у нас счет станет 10-2 и в принципе игра уже будет проходить под Натяском и Ижевском. Они взяли уже достаточно много раундов, уже 9 будет 10 и все это на самом деле безрадостно для болельщиков сборной Ставрополя. Боюсь, что на первой карте им придется, по крайней мере, явно не весело. Ну что же. Осталось 3 раунда у нас с первой стороны. Сейчас Ставрополя нужно что-то срочно сделать, потому что эти 3 раунды для них очень важны, потому что начинается со второй стороны с 2-мя раундами. Это будет дикая печалька, но, пожалуй, похоже, что у них ничего не получается. У-у-у-у, ой, Пейн и произошелся. Бывает бананом, Модерн разменивает. Модерн, Модерн очень хорошо, 2 в 3 и уходит на Б-плэнд. Там еще и Зеро помогает и, в общем-то, преимущества в этом раунде уже у Ижевской нет. Очень неосторожно сыграли игроки, думали, видимо, что после первых 3-х минусов можно расслабиться и уже забить на все и про все. Аннет. Аннет. И вот сейчас 1 в 2. Смотрим за Модерном. Он уже сделал 2 минуса и вот сейчас он у нас с библиотечки выходит. Пытается там поражать, по-моему, в больших песках, чекает 20 и получает в голову от Сатти, который, кстати, у нас весьма и весьма неплохо себя показывает. 11-2. Очень плохо с деньгами у Ставрополя. Я вижу деглы, фамасы. Не более того. О, геста я вижу хаешечка. Он с ней на пленте. В общем, в этом раунде, похоже, что тоже все будет весьма-весьма просто для сборной Ижевской. Если, конечно, не отдадутся на эти самые деглы. Вот сейчас минус фамаса от Модерна. Аск получает в голову. И будет заход на Аплант. Тем более, что там уже 2 человека и нужно побыстрее это делать. Там уже с Банана будет поджим. Нет, поджима не будет. Они решили пойти через Респ. Ну и сейчас. Кстати, был бы очень неплохим вариант. Там раскинулись все на Апланте. Все, и выйти потом на Б. Ну, ребята, уже на А. То есть, они тут делают минусы. Все очень неплохо. Прожимает плент. Вот сейчас. Ох, ох, улетает. Улетает у нас. Гест от Вайпа. И в итоге 2 в 4. Думаю, можно смело ставить 12 раунд сборной Ижевска. Врывается Вайпа. И мы смотрим за последним раундом в первой стороне. Да, здесь все для Ижевска на карте Д'Инферно складывается просто по нотам. Все просто прекрасно. И сейчас болельщики этой сборной, этой команды могут расслабиться. Я думаю, на первой карте мы ничего интересного оставили. При всем моем уважении к этому славному городу мы, наверное, не увидим. Потому что ребята как-то вот смотрятся слишком уныло. И очень много раундов прошло просто по тотальной доминации Ижевска. Без особых раздминов. И это все настраивает именно на то, что... Ну и Ижевск будет доминировать. Гоша, за какую команду ты болеешь? Спрашивают меня в чате. Не знаю, что имеется в виду. Если футбол, то ни за какую. Я его не смотрю практически. Если КС, то... Виртус Про, конечно же. Если иметь в виду, за какую сборную в этом турнире, то... Тоже не за какую. Москвы здесь нету. Ну, может быть, симпатии Брянску. Который, к сожалению, никуда пока не вышел. 13-2. Смена сторон. Сейчас на все зависит от первого раунда. Если первый раунд сборная Ставрополя проиграет, то на этом, в общем-то, и все. Ну, по крайней мере, на карте это инферно. Так что сейчас советую всем болельщикам сборной Ставрополя скрестить ножки, ручки, пальчики. И очень яростно начать болеть за свою любимую команду. Потому что они сейчас у нас очень близки к провалу. Никогда, никогда Ставрополь не был так близок к провалу. Кстати, у нас человек в центре весьма и весьма агрессивно. Отходит обратно. Крону прикрывают с зелени. И смотрим на выход терроров под Аплан. Там трое ковры, двое будет уходить в центре. Давайте посмотрим за... за вайпом. Он нас принимает прямо-таки с плента. И сейчас, боюсь, полетят головы. Минус от крона. Вайп, к сожалению, убивает. Цати врывается. 4 в 3 ставится бомба. Ой-ой-ой, какой яростный зажим свиспа. И Геста 1 в 3. Минус Гест. Раунд за Ижевском. Ну, тут минус карта. Можно сразу говорить об этом весьма и весьма смело. К сожалению, эта карта остается за сборной Ижевска. Скорее всего. Скорее всего. Ну что же, я вижу, что у Ставрополя вливая закупка. Фактически последняя в этой игре. 2 калаша, 3 дегла. Ну и последняя надежда. Если не сейчас начинает тащить, то уже никогда. Под садочком люльком. Двое центр. Видимо, что контры держат все весьма пассивно. Кроме крона, который заходит, там срывается под супер флешки. Какие-то чужие. Делают минус 1. А сжимает. Делают минус 2. Там у Сати помогает. Ну, все. Полетели головы. Хотя нет. Модерн засменит Гест. Делает минус. 3 в 1. Смотрим за Модерном. 80 хп. Калаш в руках. И это быстрая смерть. 15-2. Смотрим за... Возможно, последним раундом в этой игре. По крайней мере, на карте до Инферна. Минус от Хрона. Вернее, супер хешка от Хрона. И потом Кабал просто его наказывает за эту хешку. Тут же Модерн сносит голову где-то с центра. Видимо, уже просто от отчаяния ребята жестко попадают по головам. Смотрим внимательно, скорее всего, на последний раунд. Гриб по коврам. Минус от Сати. Ну же. Ну же. Где же минуса там? Причем Старк у нас все еще делает что-то на центре. Зеро! Минуса! Отлично! Очень хорошо сейчас получается у Ставрополя в этом раунде играть. Видимо, потеряли они последнюю надежду. И просто уже играют. Выйти и убить. И причем никто получает. Ну, либо Ижевск уже расслабился в последнем раунду. И позволяет себе немножко дезалаберно относиться к своей игре. 15-3. Денег у Ижевска должно быть мало. Да. У них закупочка диглов. Я вижу у кого-то. И, в общем-то, на этом все. Даже два дигла максимум. Не более того. Так что, возможно, камбэк у нас намечает от сборной Ставрополя. Давайте посмотрим. Всякое бывает. Гест у нас выходит с ковров. Чекает ситуацию на Апланте. Раскидышка центра. Гест выходит. Делает минус 2. Была суперпосадка у нас в коврак. Ой, сейчас Гест понимает, что это суперзасада на Апланте. Модерн спокойно выходит на Бэплент. И раунд за Ставрополем. 15-4. На самом деле, вы не думаете, что Ставрополем такие плохие. Они очень даже, очень хорошие ребята в плане игры. То есть, действительно, скилловые чуваки. И, в общем-то, это, ну, в полуфинал бы, я думаю, другие бы не дошли. Так что, сейчас не стоит так прямо думать, что Ижевск здесь лучше всех. И вполне сейчас могут Ставрополе камбэк попробовать замутить. И на второй карте отыграться. В общем, не опускаем руки и болеем за Ставрополь. Потихонечку я вижу, что Ижевск оклемался от этой ситуации. У них уже есть АВП. Эмки за кубочком. Сатя поджимает. Делает минус один. Сейчас Гест должен разменять. Где-то там были враги. Минус два от Геста. Весьма-весьма красиво. Дым на Бэплент. И сейчас двум моего тиммейтам нужно принимать решение. Либо идти на А. Пока там Хэлпа занимается Гестом. Либо идти на Б. Помогать своему тиммейту. Но учитывая, что бомба по идее... Нет, бомба уже на руках. Бомба идет на Б. И у нас 3 в 2. Ижевск в большинстве. Крону Хэлпе. Сейчас должен встречать. Нет, получается Флэш. Хаеш. Смотрим за Хаешку. Смотрим за Кроном. Жесткий минус от Зеро. И один в один. Аск и Кабал. Кабал спалился в ступой нычки. Зря он это сделал. И сейчас Аск должен задавить его. Да, давит Аск. Диффузит бомбу. Диффузы есть. Это ГГ. 16-4. Именно с таким счетом у нас заканчивается первая карта. Карта Д-Инферно. И в итоге мы переходим к второй карте. Д-Тускан. Посмотрим, что у нас будет там. Диффузит бомбука. Ну что же, у нас тут намечается небольшая пауза.